Как Гордон Рамзи такой, Гордон Рамзи такой, типа, ну вот смотрите какая-либо, вот смотрите, что у него все время так двигается, я думаю, блин, чувак то ли сидит на, как это называется, когда на краях тарелки посыпают в азербайджанских ресторанах паприкой, я всегда спрашиваю, это вот у вас на краях тарелки что это насыпано? Это когда поел потом, вот так вот нужно ноздрю что ли сделать? Ну то есть для чего это вот, люди вот это думают, что это красиво что ли, это где-то в мире больше, кроме Ладно, не буду по больному, я у себя в кафе говорю, ребята, если вдруг я увидел, что на поля упала какая-то приправка, это значит, что мы начинаем помаленьку передвигаться куда? К азербайджанскому ресторану Друзья, вы знаете, я очень редко провожу мастер-классы, но было много просьб, мы решили все-таки, что декабрьский предновогодний мастер-класс должен быть, он будет по мотивам моих ютуб рецептов, топовых рецептов Будет называться вечер звездных рецептов, ну потому что вы так выбрали эти рецепты звездными, реально большое количество просмотров Так вот, 10 числа состоится мой мастер-класс, в котором мы проведем вместе с вами время Это в большей степени не мастер-класс, который должен научить чему-то, да, я хочу, чтобы это была предновогодняя классная душевная тусовка Вот, поэтому записывайтесь обязательно, приходите, я очень жду Тыквенный суп, это осень, это кто-то, хотя уже зима, но тыква-то как раз только-только-только сезон, сезон, сезон А правда, что чао-чао едят мясо-мясо, правда-правда В общем, кусок тыквы, у меня здесь такой баттернат, кто-то гитарой называет, кто как только не называет, но суть остается сутью Удобная тыква тем, что она имеет какую-то более-менее круглую форму И еще тем, что эта тыква имеет маленькую семенную часть и большую вытянутую бессеменную Которую очень удобно резать там кубиком или еще чем Допустим, различные тыквы, которые имеют круглую форму и там внутри дырка с семечками Их, конечно, нарезать кубиками нужно прям постараться, с заморочкой То здесь, конечно, вот эта тыква очень и очень удобная Очищенную тыкву режем произвольно Прям вообще как вам захочется Но я всегда говорю, если вдруг вы стремитесь стать поваром То каждая возможность приготовления блюда у вас есть, так сказать, ситуация, когда вы можете повысить свой скилл, навыки Поэтому, если вдруг у вас хромает, например, нарезка, вы можете вот так вот Даже под блендер все равно делайте красивый кубик для того, чтобы делать это классно Так, в общем, тыква готова Давайте сразу, чтобы было понятно, сколько от чего Значит, тыквы у меня 400 граммов Ровно 400 граммов Тыковку я отправляю в сковородку, вернее, в кастрюльку, которая является у нас сковородкой Пусть она обжаривается Добавляю к ней 70 граммов лука Небольшое количество подсолнечного масла Для того, чтобы процесс обжаривания шел Температуру пониже И сюда отправляем 200 граммов моркови Морковь нарезьте произвольно Почему морковь? У тыквы бывают такие ситуации в жизни, когда тыква вот что-то взгрустнула, и она не сильно яркая Во-первых, по вкусу морковь подходит к тыкве Во-вторых, по цвету она будет ее дополнять Потом оба эти овоща, они имеют сладость, сахар Много сахара внутри Но это же неплохо Суп должен быть сладковатый Не забываем, что имбирь 15 граммов имбиря обязательно Обязательно должно тыкву облагородить и придать ей легкую пикантность В идеале, конечно, чтобы усилить вкус тыквы Чтобы его концентрировать Тыкву хорошо бы прям в кожуре запечь В печи В духовке там и так далее Но приготовление тыквы в духовке это не про вас, я знаю Потому что у вас духовки забиты сковородками Я вот больше чем уверен, что у 9 из 10 человек Если вот я вас попрошу написать комментарий Я уверен, что 9 из 10 будут у меня забиты А тот, кто написал нет, у меня всегда духовка свободная Значит тот либо лукавит, либо соврал Имбирь сюда Сильно высокий огонь не делайте Чтобы ничего не карамелизовалось Оно должно только в легкую пастероваться Для того, чтобы все вкусы объединялись Кабачок 150 граммов Это ровно половина кабачка Ну хорошо, 140 Хвост ушел Вот за что люблю цайдау Можно взять вот так вот одним скопом Раз Все с доски зацепить И перенести в кастрюльку Так, это у нас все обжаривается Значит добавляем соль Сразу же Но немного Для жидкой составляющей я буду использовать куриный бульон Который у меня варится вот здесь в кастрюльке В курином бульоне здесь только лишь лавровый лист 3 столовые ложки соевого соуса И кусочек имбиря Половинка апельсина Ну чуть меньше, чем половинка апельсина Желтый фрукт К желтым овощам Сок выдавливаем Далее вот что делаем Столовая ложка И вот она, столовая ложка Сливочного масла Опять же, вспоминаем, да, математику Оливковое масло 99% жирности Сливочное 82,5% Все, добавляю сюда масло Перемешиваю Суп получается Вапши Бульончик у меня варится и варится и варится И варится Толку там от него какого-то особого нету Но для того, чтобы его использовать сюда Он должен хотя бы минут 30 повариться Чтобы вкус у бульона был куриный Так, давайте так сделаем Прежде чем пробовать бульон Нужно Вернее, прежде чем добавлять бульон К овощам Его нужно попробовать Горячий Чавкали Пора лить Значит, бульон оливаем столько Чтобы он только-только покрывал тыку Вот столько достаточно Теперь крышечкой закрываем Огонь убавляем И главная цель это разварить Правильно морковку Потому что она самая плотная Как только морковка будет готова Я думаю, что это минут Наверное, 15 Пора будет переходить к дальнейшим Ну, вы поняли, короче Смотрим У нас тут бурчит, шкварчит Ну, что, вот тыква ломается Даже если морковка Надо металлической ложечкой Ну, морковка тоже Она еще не достаточно сварилась Но уже почти Нет времени Есть всего лишь ваши ощущения Я вам рассказываю, как это все Кокосовое молоко Вот смотрите По разным причинам Обычные сливки могут сворачиваться Например, вы приготовили Добавили лимона Вот мы будем лимон добавлять, да? Если бы мы использовали Обычные сливки То, возможно, на завтра Бывает, что-то не так пошло И на завтра вы утром достаете Все скисло Там же овощи, там много всякой кислоты И всего прочего Кокосовые сливки дают ореховый привкус Молоко, вернее Кокосовое молоко не сворачивается Это растительное молоко И вместе с тыквой И куриным бульоном Оно дает просто потрясающий вкус Потрясающий вкус Значит, здесь 400 миллилитров 200 я выливаю Опа Так Ставлю, чтобы у меня тут не текло ничего 200 вылил Почему я вам сказал Вровень бульон наливать с овощами Дело в том, что Когда вы сделаете пюре В итоге Если у вас оно получится Слишком жидкое Упаривать Это проблема Да? Но если оно у вас получится Густое Добавить туда бульона Не проблема Поэтому ориентируйтесь Всегда на меньший объем На большую густоту Значит, кокосовое молоко Закипает Треть лимона У меня абхазские какие-то Сейчас сезон начинал А, не абхазские А узбекские Танкокожие Ароматные Гибрид лимона С чем-то там у них С апельсином Или с мандарином В общем, сюда выдавливаю сок лимонный Потому что морковка И тыква И кокосовое молоко Дают сладость Сладость Нам нужно ее как-то балансировать С помощью лимона Если вам этого объема будет мало Добавляйте еще Лимон И кокосовое молоко Дают что? Правильно Вкус Том-яма Давайте небольшой кусочек чеснока Это внеплановая Составляющая Потому что мне там не хватает чеснока Небольшое количество соевого соуса Прям совсем небольшой У меня он еще темный, зараза Для увеличения соли и вкуса Напоминаю для тех, кто не был следовать в прошлом На прошлом уроке Соевый соус Это не замена соли Это вкусовая составляющая Вкусовая добавка Все Прокипеть Прокипело Чеснок Дал свой аромат Тащим все это вот сюда Втыкаем в блендер Погружной Ну в идеале Хорошо было бы сделать Не погружной А какой-нибудь стационарный Стакан большой Стеклянный Там больше скорость Ну значит здесь потратим Чуть больше времени Время вот чего Знаете я на что смотрю Мне не хватает здесь цвета Я уже на первом этапе понимаю Тыква блеклая Морковки не так много Немножко куркумишки Пару щепоток Оооо Какой аромат пошел От куркумы Ну как мы без пера и жопы совы Друзья Но мы уже не можем без этого Ой какой цвет Даже вот видно Видите Какое-то пятно желтое От куркумы Ооо Цвет поярче будет В общем все нужно пробить До однородного Идеального Состояния Ну в принципе все За исключением Одной маленькой детальки Нужно попробовать Понять что Не хватает Соли не хватает Что здесь еще не может Не хватать Кислоты достаточно Сахара достаточно Ореховый вкус шикарный Имбирь прослушивается Куркума цвет дала Великолепный Поддержала Скажем так Все Соль готова Размешана Получился Суп такой Ну гладенький Видите Крупинок нету Но Это опять же Зависит от количества Сахара внутри супа Если тыква Очень-очень сладкая Тогда Он вообще будет Прям Супер Такой Можно добавить Чуть-чуть меда Если вам Например нравится Тыква с медом По своей сути Можете добавить Меду Тогда тоже Текстура будет Такой гладкой Потому что Мед Как сахар Как углевод Как сироп Он связывает Делает эмульсию Между молекулами Твердого вещества Жидкостью И Самим собой Тут есть несколько вариаций На тему Жидкости Насколько он должен быть Жидок Я например Считаю Что Вот эта густота Она немножко Ну скажем так Это базовый Наверное суп Который Я по своему мнению Разбавляю Всегда Я чуть-чуть добавлю сюда Куриного бульона Мы когда в кафе Делаем По такому же принципу Тыквенный суп В базовом состоянии Он вот такой густой Но когда приходит заказ Мы выливаем базу Добавляем Куриный бульон Размешиваем Только единственное Там я делаю Сомом горячего копчения С рыбой То здесь я буду делать С сырокопченой говядиной Вот так вот Ну так как у нас уже здесь Есть куриный бульон Поэтому он не вегетарианский Если захотите трубочек несколько. Вот так поплотнее просто скручу. Опа! Супер! Вот так. Можете внутрь покрошить, но я же еще про эстетическую точку зрения. И еще один. Мы их как бы прилепили друг к дружке. Значит дальше ножнички и базилик. Смотрите. Вообще, например, многие шефы-педагоги, я так сказал, что горячее блюдо украшать моветон неправильно. Поэтому нужно искать пути. Ну, например, это же будет горячее блюдо. Суп. Давайте придумаем, как его украсить так, чтобы горячая составляющая не помешала. Идея-то в чем? Типа горячее блюдо из-за своей теплоты и жара убивает всю зелень. Ты положил туда кинзу, пока ты нес, она, во-первых, расплылась в супе, и, во-вторых, она почернела, потому что сварилась. С мятой вообще моментально такое происходит. И вот такие трубочки, это такой вариант, так сказать, как обойти взгляд педагогов гастрономических. Как украсить горячее блюдо, но не опуская на горячую сторону зелень. Вот таким образом. То есть можно немножко даже чуть приподнять их, чтобы оставить здесь ручку для, так сказать, подачи. Все. И почему вначале твердая? Потому что удобнее тогда наливать суп. Чтобы в суп не вставлять ничего, да, мы наливаем суп как бы, и он обволакивает все наши ингредиенты. Все равно густоватый. Я, например, люблю пожиже. Но, как мы выяснили с нашими коллегами по цеху, что оказывается есть некие стереотипы, которые как бы человеку намекают, что каша должна быть густая, суп, пюре должен быть густой, а не жидкий. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. Я люблю пожиже прям, реально пожиже. Но зато вы знаете, если вот такой вот суп, знаете, в меру жидкий, в меру густой, то можно сделать вот что. Какие-нибудь кусочки украшений положить на суп, они не утонут. Вот это тоже как бы плюс большой. Так, давайте чуть-чуть зелененького маслица добавим. И паприки немножко какой-нибудь красненькой. И сольки чуть-чуть четверговой, оп, черненькой. Все, можно подавать. С мясом тоже неплохо. С копченой рыбой, конечно, получается супер. Но мясо, оно соленое, суп сладкий. Такой баланс прям прикольный. Значит, если у вас не будет какой-нибудь сыровяльной говядины, вот как у меня, возьмите буженину. Запеченную. Базилик шикарно выстреливает яркий вкус. Сам суп еще очень вкусный. Под цвет моего фартука. В чем смысл этого всего? Чем более-более шелковистый вкус вы делаете, тем суп вкуснее. Тыква сладкая. Добавляйте кислоту, чтобы ее чувствовалось. Тогда у вас будет такой баланс на рецептрах. Сладость с кислотой, они будут взаимодействовать. Вкус будет яркий. Соли не жалейте. Много соевого соуса не лейте, иначе цвет у вас будет серый, серый, темно-серый. Мясо. Либо берите тонкую нарезку, либо сами нарезайте острым ножом, например, буженину ту же, да? Или копченую рыбу. Тонко-тонко, тонко-тонко. Когда вы какие-то брусочки туда кладете, это получается не суп, это получается какая-то деревенская похлебка. Изящно все должно быть. Суп нежный, кремовый. Добавьте туда на дно зеленый горошек. Можете добавить какие-то кусочки овощей. Свежий, слабосоленый огурец, если у вас есть, будет великолепно сюда. Главное, проявите творчество. Я вам дал базу. Дальше вы сами хотите сделать так, сделать и иначе. Можете вообще не пробивать. Ешьте так, кусками. В общем, я к тому, что творчество на кухне нужно проявлять всегда. Следить за вкусом и стараться сделать так, как рекомендую вам я. Но со своим внутренним каким-то изменением. Приятного аппетита, друзья. До новых встреч.